Год новый, а проблемы прежние. Повышение цен в России не обсуждает, наверное, только ленивый. Сегодня народный контроль выехал в рейд по рынкам столицы Чувашии. Посмотреть на цены отправилась и наша съемочная группа. Хозяйка однажды с базара пришла. Хозяйка с базара домой перенесла картошку, капусту, морковку, горох, свеклу, петрушку. Ох! Неизвестно по какой причине хозяйка охнула в этом известном детском стихотворении, зато нынешние хозяйки нередко охают от цен. Картошка 25 рублей стоит. Чего так дорого? Это разве дорого? Это не дорого 25 рублей. 25 рублей это не дорого. Сколько она стоила до Нового года? До Нового года? Так же, ни изменений нет. До Нового года может быть и так же. А вот в ноябре картофель стоил на несколько рублей дешевле. Впрочем, если брать сразу целый мешок, то можно купить и по 18 рублей за килограмм. Такой вариант народный контроль нашел, к примеру, в торговом комплексе Николаевский на Центральном рынке. Некоторые другие овощи тоже подорожали, к примеру, капуста. Продавцы объясняют, чтобы продукт не испортился, нужны определенные условия хранения. А это дополнительные затраты. Так, а вот эта капуста, она у вас, капуста, получается, наша Чебоксарского района? Сколько она до Нового года стоила? Сейчас 30 рублей. 25 рублей. 25? 25, да, разница на 5 рублей. А что, повысили на 5 рублей? Раз чем дальше, тем хранить сложнее, да? С октября капуста подорожала, лук подорожала уже. Возмущаются некоторые, конечно. Кто сажает, ничего не говорят. Так и должна быть цена, говорят, потому что выращивать очень тяжело, говорят. Больше всего чебоксарцы жаловались на подорожание яиц. И по данным Чувашстата, неспроста. Цена на этот продукт в конце года выросла на 23%. Какие яйца самые дешевые? Одной и той же категории, чтобы были. Вот, самые дешевые, мелкие. Вот эти, мелкие. Которые 25 грамм весны. Они 40 рублей. Они тоже есть. А если вот как нормально, вот такие средние яйца, 58 рублей, первая категория. Все дорого. Особенно яйца какие. Они протухнут у них. Это куда годится, по 60 рублей. А раньше они стоили 40, 45. И здесь представители народного контроля нашли вариант, который поможет чебоксарцам сэкономить. Яйца стоят дешевле в фирменных точках чувашских производителей. Однако некоторые из них тоже задрали цены. С этим еще предстоит разобраться, отмечают народные избранники. Просто до Нового года в связи с определенными новостями о росте доллара и как бы начались такие, как сказать, спекулятивные такие настрои, на чем недобросовестные бизнесмены начали какую-то определенную прибыль получать необоснованную. И тем самым на этой волне начали поднимать цены. У них, мне кажется, вообще не должно, как это называется, не дорожать. Потому что, как называется, куры, те же, правильно говорите, у нас электричество и газ особо, такие же цены не подорожало ничего же. Мне кажется, и транспорт тоже. Я считаю, что цены должны быть такими же, особо они не должны увеличиваться. Кстати, есть и хорошие новости. Цены на продукты, которые резко подорожали в предновогодние дни, сейчас пошли на спад. Вопросы цен на сегодня, вопрос очень актуален, потому что цены всех волнуют. Мы посмотрели, что цены на какие-то продукты сейчас снизились, но есть и на ту продукцию, которая цена чуть повысилась. Какого-то роста большого цен нет. Но, конечно, мы объехали все рынки и убедились в том, что на рынках, конечно, цена на продукты намного дешевле. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.